Это место в простонародье называется психушка. Здесь сотни тысяч человек в год проходят, чтобы посвятить себя психическому здоровью своему и доказать, что они могут владеть оружием, а также водить автомобиль. И я с 14 лет, по-моему, здесь находился, потому что пытался поступить в Калининградское высшее инженерное училище, делать мосты и все такое прочее. И потом, когда мне отказали в том, чтобы я смог поступить в военучилище, я стал обычным чуваком и приходил сюда, чтобы, например, получить лицензию на оружие или чтобы доказать, что я могу владеть автомобиль. У меня есть права. И здесь обычные тетки сидят, которые спрашивают тебя, у тебя были судороги ночью? Ты говоришь, нет, не было никогда судорог. А ты когда-нибудь впадал в депрессию? Они говорят, да, не, я не впадал никогда. И такие наводящие вопросы они задают всем людям. Есть люди, которые начинают нервничать, когда им задают такие простые вопросы. Ну и вот, и однажды я сюда попал надолго, потому что в ВУЗе, в ВУЗе, в политехе, в котором я учился, нужно было пройти комиссию в инкомате. Там что-то какой-то, 92, по-моему, год был. И я на какой-то вопрос неправильно ответил. Я сказал, что да, у меня бывает депрессия, иногда, знаете ли, мне грустно бывает. Они такие, опачки, поставили цифру кодовую и направили меня сюда на 400 вопросов. А там же там хитро так все сделано, что когда ты отвечаешь на вопросы, там есть проверочные вопросы. И выясняется, что ты лжешь. И если, например, ты больше, чем несколько раз солжешь, то тебя заново отправляют на перевоспитание, на те же самые вопросы. Уже на шестой раз ты уже запоминаешь все ответы и стараешься говорить, что да, не хотел бы жить на необитаемом острове. Кто составлял эти вопросы, я совершенно не знаю. Но эта хрущевка, она известна всем в Волгограде. Психушка называется.